Здарова всем, ребят! Ну, начну с того, что обещал на стриме зрителям. Это показать 3D стиль на финале, на LC EVENT 90. Вот, это сейчас только на общем тесте. Вот, ну, будет в RU-регионе, в EUR-регионе. Когда, как и за что, я вам сказать не могу. Стиль офигенно выглядит, мне очень понравился. И, ну, он стёбный, по причине того, что ёлку, по сути, облачают в куст. А ёлка, как вы знаете, это у нас куст на гусеницах и так сам по себе передвижной. Ну, никаких бонусов дополнительных, кроме стандартной маскировки, этот 3D стиль давать не будет. Обычный 3D стиль. Просто в тему ёлки очень хорошо вписывается. Теперь перейдём к другим новостям, коих сегодня, ну, есть что рассказать. Знаете, с чего, наверное, начну? С отзыва о двух режимах. Дело в том, что сегодня, 7 июля, стартанула и в EUR-регионе вторая итерация ночных боёв. Вот. Кто ещё не пробовал и есть у вас твинг на EUR-регионе, попробуйте составить своё мнение о механике. Моё мнение, что ПТшки там слишком доминируют, ну, из-за изменённой дистанции засвета. ПТшкам прям вообще кайфово в чистом поле наваливать. А в RU-регионе сегодня Редширский дрифт тоже в рамках аркады стартанул. Вот это прям очень весёлая тема. Я прям вскатал пару боёв, правда, ну, и любая аркада быстро наедает. Но вот если поржать, повеселиться хочется, то вот эти вот дрифты на маусах, там, берите маусов, Type 5 Heavy, E100. Вот всё самое тяжёлое, что у вас есть. Катайтесь, дрифтите, стреляйте, тараньте, очень весело, прям вообще прикольно. То есть есть чем повеселиться. Ну, и так отвлечься вот от будних вот этих вот рандомных вещей. Плюс ещё награда за выполнение боевых задач БОН. Так, входим. Система самоотведения. Так. Теперь к тому, что посерьёзнее, чем вот этот угар, который я вам сейчас показал. Разработчики анонсировали с понедельника общее дело. Продлится две недели с 10 июля по 23 июля. Ну, считайте, по 24, вот, 23 аж до полуночи можно будет выполнять. В чём суть этого режима? Ну, мне очень нравятся вот подобные вещи, когда разработчики вводят, потому что, ну, они объединяют усилия игроков. То есть здесь игроки не борются между собой, а борются скорее с вызовом от разработчиков в некая такая задача для всех игроков. А если её закрыть, то, соответственно, вы вырываете у разработчиков те или иные скидки и награды. Плюс ещё там за личный вклад есть награды. Ну, смотрите. С 10 по 23 июля всё, что вам нужно, это выполнять задачи общего дела. Она очень простая. Она одна на всё общее дело. Это делать фраги в бою. Ну, и как вы понимаете, в каждом бою минимум 15 фрагов обычно у нас. А то и команда друг друга перестреливает почти полностью. Ну, считайте, 30 потенциальных фрагов в каждом бою присутствует, да? Боёв проходят тысячи, там, даже миллионы, наверное, в час. Не, ну, это я перегибаю, наверное, десятки тысяч в час. Поэтому, ну, очень много фрагов за день делается. И вот задача от разработчиков заключается в следующем. Нужно просто-напросто заполнять шкалу, делая фраги. Каждый фраг засчитывается в общую копилку. При этом каждый следующий этап не становится сложнее. Смотрите. Первый этап заключается в том, что надо сделать, ребят, сейчас только не пугайтесь, 11 миллионов 200 тысяч фрагов. Представляете себе? Ну, вот по мнению разработчиков, и я думаю, на самом деле, они основываются на статистике, сделать это несложно. За закрытие первого этапа, ну, будет не очень жирная скидка, скажем так. Но 50% на койке в казарме и на слот и в ангаре. Хорошо. За следующие 11 миллионов 200 тысяч фрагов уже дается скидка на элементы кастомизации и специальный курс перевода опыта в опыт экипажа 1 к 20. Обычно он 1 к 5. Это очень хороший буст на прокачку экипажа. Но, опять же, я больше чем уверен, далеко не все этого хотят и ждут. Только те, кто хотят прокачать экипаж, они действительно с этого кайфанут. За следующие 11 миллионов 200 тысяч фрагов мы получаем скидка 50% на сброс навыков и умений экипажа. Ну, то есть, и скидка на 50% на смену специальности экипажа. Опять же, все для тех, кто хочет пересадить с танка на танк или, допустим, командира сделать каким-нибудь наводчиком. Вот, все это также будет возможно сделать с 50% скидкой. Четвертый этап. Опять 11 миллионов 200 тысяч фрагов. И вот здесь уже мы получаем скидка на предбоевые инструкции для экипажа к оборудованию 50%. Скидка 50% на обучение и переобучение экипажа. И специальный курс перевода опыта в свободный 1 к 40. Это самый жирный курс перевода опыта в свободный. Но, опять же, это для донатеров, это не для всех. Так же, как и переобучение экипажа за голду. Ну, тут, правда, скорее всего, это касается в том числе и действий за серебро. Ну, и, наконец, последний пятый этап. Еще 11 миллионов 200 тысяч фрагов. Получаем скидку 50% на штатное оборудование. Их с 5 опыта за первую победу в день. Ну, на протяжении какого-то времени, наверняка. И скидка от 15 до 50% на премиум технику во внутриигровом магазине. То есть, ну, скорее всего, на танке 8 уровня будет 15% скидка, а на танке 5 уровня 50% скидка. Что ж, ну, я уверен, что найдутся люди, которые захотят воспользоваться всеми этими скидками себе во благо. Это всегда хорошо. Остается ответить на вопрос, а найдутся люди, которые готовы будут играть, наигрывать бои для того, чтобы эту прогрессию, в общем деле, закрыть. И вот тут вот разработчики решили еще ввести личную шкалу вклада во все это дело. Смотрите, делая фраги, вы будете зарабатывать жетоны, вот, которые потом в разделе поставки из тыла сможете потратить. Кроме того, для тех, кто вообще все-все-все вот эти вот фраги из этой цепочки выполнит, в конце, видите, еще есть очки боевого пропуска. То есть три этапа боевого пропуска сможете этими очками еще дополнительно, помимо того, что вы нафармите, закрыть. К слову, все это можно выполнять как в случайных боях, так и в аркаде, вот ту фановую тему, которую я вам показывал, так и еще играя в Стальной Охотник. К слову, вступайте в мою команду Стального Охотника, если вы еще никуда не вступили. Вот, и если вступили, играйте в Стальной Охотник для того, чтобы нашу команду продвигать вперед. Так вот, ребята, эти очки можно будет обменять, ну, жетоны эти обменять, по своему усмотрению на все, что вы захотите, вот из этого списка, который вы сейчас в данный момент видите у себя на экране. Если мои расчеты меня не подводят, я насчитал, что максимум можно будет одному человеку заработать 60 вот этих вот жетонов. Соответственно, смотрите, три дня танкового премиум аккаунта стоит 6 жетонов. Всякие 2D стиля по 10 жетонов, боны стоят 15 жетонов, бусты на кредиты, аж целых 3 личных резерва на 1 час, 9 жетонов. Ну, и еще можно будет различную премиумную технику брать в аренду, правда, на определенное количество боев по 3 жетончика. Ну, там, например, АМХ CDA 105, ну, французские ПТшка, на 10 боев стоят 3 жетончика. Ну, или Кировец один можно на 10 боев за те же самые 3 жетончика взять. В общем, куда потратить жетоны, вы поняли. Как их заработать тоже. Надеюсь, вам все это будет интересно, и с понедельника, если захотите, сможете покатать. Ну, а сейчас до понедельника, опять же, говорю, пожалуйста, рекомендую пофаниться в аркаде. Недолго, 10-15 минут, просто кайфануть, почувствовать новую физику. Я думаю, будет интересно. Ну, а я в субботу, не знаю, когда вы смотрите этот ролик, планирую пойти на день рождения. И напишите, поставьте лайк этому ролику, если хотите, чтобы веселенький после дня рождения я запустил стрим. Спасибо, что смотрели, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok